всем привет ребята вот дерево под которым я занимаюсь летом весной отжимания на ремнях удара руками ногами там же я вешаю грушу для того чтобы колотить по ней кулаками как ненормальный за зиму на этом дереве колхозные ребятишки украли вернее не пытались украсть цепь но они не смогли ее оторвать до конца цепь осталась висеть на дереве у меня на этой цепи с одной стороны висело колесо с другой стороны тоже висело колесо но к сожалению сейчас это колесико я зацепил просто на сучки потому что цепь оторвана ну у ребяток чесались ручки им хотелось иметь что-то свое собственное оторвать не удалось испортить получилось ну что ж исправлять я уже ничего не буду потому что это все таки не моя личная собственная спортивная площадка можно сказать моя площадка находится у меня дома там у меня и станок для груши и лавочка и гантели все что мне необходимо а здесь же на свежем воздухе я как всегда занимался занимаюсь и буду заниматься несмотря на то что приходят иногда на выходных колхозные пионеры и пытаются что-то сломать не только у вас но и здесь германии полно таких вот ушлепков но сейчас касательно техники дыхания дыхательной гимнастики я в последнем видео затронул вот эту тему показал вам несколько упражнений помогающих вам держать себя в тонусе и естественно укрепить свое здоровье хотелось бы обратить внимание еще на один момент и на одно упражнение тоже имеющее отношение к дыхательной гимнастике один товарищ меня спросил откуда взяты эти упражнения откуда взят этот комплекс комплекс частично взят из тайзо это раздел в айкидо айки дзюдзюцу направлены на развитие укрепления тела дыхательные движения дыхательная гимнастика развитие моторики некоторые упражнения взяты из йоги все это скомпилированного дно и получилась вот такой вот программа с упражнениями помогающими вам держать себя в тонусе и укрепить не только дыхательную систему но и ваш иммунитет так вот хотел бы я еще акцентировать внимание на следующем упражнении вы становитесь в свободную стойку ноги на ширине плеч слегка согнуты в коленях и работаем дышим попеременно сначала на правую сторону легких потом на левую сторону это делается для того чтобы развить концентрацию внимания на том упражнении которое вы делаете вот смотрите мы слегка согнув ноги в коленях начинаем делать вдох разворачиваем тело в правую сторону когда мы делаем вдох у нас большая часть воздуха попадает легкие с правой стороны набрав полные легкие воздуха мы просто напросто выдыхаем разворачиваясь вперед и точно так же вдыхаем на левую сторону слегка выправляя ноги и приседая выдыхаем воздух из себя из легких выгоняя как можно большее количество отработанного воздуха из нашего живота для того чтобы выгнать большее количество воздуха нужно работать мышцами живота то есть когда я вам объяснял уже мы вдыхаем сначала начинаем вдыхать животом потом полной грудью задерживаем дыхание и за счет сокращения мышцы брюшного пресса мы помогаем легким избавляться как можно большего количества отработанного воздуха примерно тот же самый прием используется в этом упражнении когда вы вдыхая воздух сокращая мышцы брюшного пресса выталкиваете как можно больше отработанного воздуха из себя делать это упражнение желательно для поднятия тонуса для укрепления организма для укрепления иммунитета ежедневно можно делать по утрам можно делать по вечерам можно делать днем когда у вас есть свободные пара минут времени для себя любимых потому что если вы ничем не занимаетесь то естественно к вам подкрадываются и болезни и простуды и всякая другая ерунда если же вы занимаетесь спортом хотя бы частично хотя бы один раз в неделю или занимаетесь обычной гимнастикой о фп неважно восточными единоборствами или чем еще важный момент вы никогда не должны забывать о правильной технике дыхания почему я последнее время последние пару месяцев так вот стараюсь привлечь ваше внимание именно дыхательным упражнениям дыхательным техникам гимнастики этой потому что говорил и повторяюсь снова благодаря только упражнениям дыхательной гимнастики мне удалось за два с лишним месяца вот сейчас уже идет третий месяц концу мне удалось за это время за этот период времени скинуть девять с лишним килограмм веса при том что я конце прошлого года прекратил тренерскую деятельность в общественных спортивных клубах потому что ну это другая тема но нет той отдачи которую хотелось бы видеть от воспитанника не раз и казалось бы если ты прекращаешь заниматься спортом интенсивно то естественно у тебя должен физиологически подниматься вес но как это ни странно у меня вес не поднимается у меня вес опустился только потому что я занимаюсь оздоровительной гимнастикой дыхательными упражнениями и просто слежу за собой что не мешает и вам делать то же самое с самими собой поэтому ребята не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватный комментарий не забудьте опробовать на себе упражнения из этой дыхательной гимнастики которая вам показывал неоднократно в своих видео потом поделимся эффектом результатами от проделанной работы мне интересно знать это почему потому что в любой медицинской литературе в любой физиологической литературе по физиологии написано к примеру что стандартный пульс нормального здорового человека 72 76 ударов в минуту увы ребята это неправильно это не так стандартный нормальный пульс здорового человека варьируется от 56 до 68 ударов в минуту я это говорю опираясь на наблюдение не только по своему опыту но и по тем людям которые занимаются моими упражнениями дыхательной гимнастики на данный момент у меня в спокойном состоянии пульс не превышает 56 ударов в минуту если же я просто сижу в кресле читаю книгу или отдыхаю у меня пульс максимальный 52 удара в минуту вот и решайте сами вот и думайте сами что здесь за секрет секрета никакого нет просто нужно постоянно следить за собой желательно ребята желательно не курить не пить заниматься хотя бы два ну максимум три раза в неделю спортом легким спортом и заниматься ежедневно дыхательной гимнастикой это все что я хотел вам сказать следите за обновлениями у нас на канале дальше будет только интересно со следующей неделе скорее всего я действительно начну заниматься здесь на ремнях и объяснять вам пользу этих упражнений отжиманий на ремнях их эффект и те области вашего тела на которые они воздействуют по максимуму всем удачи пока а